Доходная часть бюджета 2018 года 8 миллиардов 340 миллионов гривен. Затратная 8 миллиардов 14 миллионов гривен. В документе не учтены межбюджетные трансферты на государственные программы соцпомощи. В следующем году сократится медицинская субвенция на 21%. Это связано с реформой системы здравоохранения. Теперь первичная медицинская помощь будет финансироваться по государственной программе. А вот оплату льгот населению по жилищно-коммунальным услугам передали местным бюджетам. Снова увеличится и бюджет развития. Объем бюджета развития в данном проекте бюджета предлагается утвердить в размере 2 миллиардов гривен. Если посмотреть динамику, как мы утверждали бюджет развития при формировании бюджета на протяжении последних 4 лет, то мы видим, что в 2015 году мы стартовали с показателя чуть меньше 500 миллионов. Сегодня мы выходим на 2 миллиарда. По объектному распределению бюджета развития предлагается рассмотреть традиционно, как мы это делали в предыдущие годы, на следующей сессии после утверждения в целом бюджета. В связи с увеличением бюджета развития депутаты Украинской морской партии предложили увеличить и депутатские фонды в два раза. Мы просим рассмотреть возможность увеличения этой статьи расхода депутатского фонда до 1 миллиона гривен на каждого депутата. Депутатский фонд – это те деньги, которые каждый депутат может потратить на своем избирательном округе. В ходе работы мы понимаем проблемы, насущные проблемы громады и одесситы. И депутатский фонд дает возможность оперативно реагировать, оперативно осуществлять ремонты, капитальные ремонты, ремонты дорог на той, на веренной нам территории. Соответствующая поправка пройдет депутатскую комиссию по финансам, после чего будет вынесена в повестку дня будущей сессии. Вероятно, уже зимний. Готовятся к зиме не только депутаты, но и коммунальщики. Коммунальное предприятие «Городские дороги» докупает посыпочные вещества, хотя в наличии уже имеется 8 тысяч тонн песка и 3 тысячи тонн соли. Также к началу сильных холодов в полной готовности будет находиться около сотни единиц спецтехники. Планируется переоборудовать и подготовить 95 единиц спецтехники грузоподъемных машин и механизмов для работы на магистральных улицах города и для вывозки снега. В том числе 13 единиц техники, приобретенной в 2017 году. Из них 3 комбинированные дорожные машины «Глобус» большой со съемным зимним оборудованием, 5 комбинированных дорожных машин «Глобус» средний и также 5 передушников ремонтных мастерских для обслуживания остаточных областей со съемными отвалами для работы в зимний период. Члены исполкома приняли принципиальное решение, куда будет вывозиться весь снег, убранный с дорог. Это поля орошения, буферный пруд на Балковской и 6-й километр Авидеопольской дороги. В целом чиновники положительно оценили подготовку к зимним холодам и обещают, что больших проблем с движением на улицах города не будет.